Магистры То есть она приходит с детьми и в положении То есть, соответственно, адаптация Это одна проблема Образовательный процесс Это, в общем, тоже очень серьезная Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся в институтах Ну и, наверное, прежде чем сказать пару слов О результатах исследования Тут хочется поднять вопросы Во-первых, нет единой методики По которой бы мы регулярно изучали Ситуацию с адаптацией иностранных студентов То есть, вот я, насколько помню Тоже была одна встреча в Москве В Измайлево По проблемам федеральных вузов 5 топ 100 Да, было такое И вот там тоже поднимался вопрос О разработке единой методики Изучения социального самочувствия И студентов в целом И в том числе и иностранных Но, к сожалению, так и не пришли к единому мнению Это, во-первых Во-вторых, все исследования, которые проводятся К сожалению, они не проводятся в режиме мониторинга То есть, соответственно, как социологи Я могу сказать, они не сопоставимы Их нельзя сравнивать Там разные выборки То есть, очень актуально встают вопросы Именно о мониторинговых исследованиях Ну и непосредственно Если перейти к исследованиям 2016 года Мы провели вместе с департаментом И кафедрой социологии То есть, при участии социологов Два исследования Это был экспертный опрос специалистов В области адаптации По работе с иностранцами И анкетирование непосредственно иностранных студентов Естественно, с какой целью? С целью улучшить сервисы И как работать с иностранцами То есть, это была цель исследования Что касается анкетирования Инструментарий был разработан Мы его аппаратировали Исследование проходило с 15 февраля по 15 марта И я бы как раз хотела ознакомить вас С результатами этого исследования Ну вот, у нас была репрезентативная выборка В которой поучаствовали 434 иностранца Вот вы можете взглянуть, откуда они у нас Это в основном Африка, Азия, Европы мало Ну да В Средней Азии, в большом ассортименте Ближний Восток И урок практически нет Да Ну это нормально У нас в основном такие ученики Ну и в результате Я повторю, что это было репрезентативное исследование И соответственно, было следующее распределение по полу То есть, поучаствовало 41% мужчины 58% это женщины Ну вот они примерно в таком соотношении к нам и приезжают И учатся 73% на бакалавриате 13% это магистратура И 7,5% специалитет и аспиратура В основном на контракте На ответ, с какой целью Не то, чтобы с какой целью Основные мотивы, почему приезжают именно в Россию Ну тут, наверное, собственно говоря, все ожидаемо Им было комфортно, им, скорее всего, они предполагают, что будет комфортность в стране Их устраивает культурная языковая среда И, в общем-то, высокое качество обучения и престиж диплома Но есть еще и другие ответы, которые вы видите Вещь тут неожиданная На мой взгляд, нет Ну как, мне было все равно, где получать высшее образование 12 человек только ответили Ну я думаю, что это даже мало Если спросить российских студентов Есть тоже тем, кто кому абсолютно все равно Где получать высшее образование И мотивы выбора именно нашего университета Вот наибольшее количество ответов Это 30% наличия необходимых специальностей и программ обучения Вот как раз сотрудники департамента подсказывают Что в основном у нас учатся, по-моему, иностранцы в мединституте Да? У Киасова? Или нет? Нет, их там не так уж много вообще, говорят Чубан, какое количество? Человеку 100? А на курсах уже около 400 И сколько про англоязычные программы? А? А? У нас же и на русскоязычных Они учатся иностранцы То есть на первом месте у нас медики, на втором филологи То есть вот Медик-филологи, да Это для них важно Это они выбрали, ну, естественно, комфортабельное студенческое общежитие То есть о нем много наверняка и говорилось Это деревня Мерсиада И вот каким образом они оценивают проживание в общежитии? Ну, 64% отлично, 20% хорошо То есть в принципе у них действительно очень комфортные условия для проживания Прекрасно оценивают работу службы адаптации в департаменте Тоже неплохо оценивают работу администрации институтов 51% отлично И доступность оборудования и ресурсов в университете А то, что плохо везде 4-5% Это, видимо, одни и те же отвечают Оборудование одни и те же А во-вторых, на самом деле При 5-процентной ошибке выборки Мы будем игнорировать эти ответы И не обращаем внимания А зачем все настроения? Да, конечно, подвести Так, ну, конечно, всем нравится учиться в университете 84% И стали бы рекомендовать обучение в университете Вот тут 60% Тут вот интересно, кстати, почему так ответили В общем-то и нравится, но не все стали бы рекомендовать Да, не все этим стали Ну вот, какие выводы тут, смотрите Получается, к нам приезжает иностранный студент У него есть папа, это ДВС И мама, это институт Кого тут не хватает? Братьев, сестры, ну, естественно То есть, собственно говоря Очень многие и в интервью И опыт подсказывает Что вот не хватает тьютеров Мне кажется То есть непосредственно у нас два магистра С кафедры социологии уехали в университет Сухуба И там их в течение первого месяца С утра и до вечера Буквально с ними были постоянно какие-то студенты То есть это очень удобно, очень комфортно И пока мы с ними списывались И, ну, вот они как раз С огромной благодарностью в адрес университета Они высказали эту идею Что очень хорошо, что есть вот эти люди рядом Ну, потому что они подсказывали Куда двигаться, что делать, где жить И был еще опрос экспертов Результаты этого опроса Мы, к сожалению, пока вам не сможем озвучить Потому что инструментариум будет в методике Которую подготовил департамент И это будет озвучено Ну, приняли участие следующие университеты Вкратце Если вам будет интересно Я думаю, что вы обратитесь и в общем, в целом Есть какая-то, есть информация по этому исследованию В целом было опрошено 38 человек Среди опрошенных работников были абсолютно различные возраста Инструментарий состоял из четырех блоков Во-первых, это планирование по привлечению иностранных студентов Потом это организационно-структурная конфигурация системы привлечения и приема иностранных студентов Система мероприятий и организация взаимодействия университетской системы привлечения студентов с внешними агентами В целом, выводы следующие Что нельзя выделить какой-то отдельный пост из опрошенных Что там есть оригинальные методики по привлечению иностранцев То есть, соответственно, в целом, плюс-минус, они все похожи То есть, и нет явного лидера среди опрошенных вузов Проблема заключается в том, что отсутствует разделение компетенций между подразделениями в университетах Или эти компетенции пересекаются Это влечется к трудностям адаптации По третьему блоку вузы налаживают контакты с зарубежными вузами В том числе заключаются договора, в которых осуществляется возможность учиться по обмену И по четвертому блоку, что в целом, все вузы достаточно активны в привлечении иностранцев Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok